Антон Фарутин Арсанты Дети богов Глава первая Загадочное убийство Человек в длинном плаще бежал по узкой кривой улице старого города изо всех сил. Стараясь не оглядываться назад, старик с трудом переставлял свои непослушные ноги, которые неимоверно гудели от непривычной нагрузки. В боку неприятно закололо, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы заставить себя не останавливаться. На ходу проведя рукой по лбу, он смахнул в сторону мокрую прядь седых волос и обильно выступивший пот. Капли которого стекали с косматых бровей прямо в глаза и мешали ему четко видеть дорогу. Дыхание давно сбилось, а щеки буквально пылали на его раскрасневшемся от напряжения лице, словно ему было мало неприятностей в этот день. Подбежав к деревянной двери какого-то паба, старик быстро толкнул ее внутрь, но массивная дверь лишь слегка скрипнула под натиском его хлипкой фигуры. «Заперто!» Человек в плаще быстро пересек мостовую и попытался толкнуть еще одну дверь. С досады он даже стукнул кулаком пару раз в выкрашенную темно-красной краской панель с резным орнаментом. Но это вновь не дало никакого результата. Тогда он грязно выругался и принялся иступленно молотить в дверь, сбивая свои кулаки в кровь и поднимая невообразимый шум. Ничего, абсолютно никакой реакции. Внезапно его буквально пронзила страшная мысль о том, что этот шум могут услышать и люди, преследующие его. «Черт возьми, как можно было быть таким идиотом? Теперь они абсолютно точно знают, где я!» Поспешно оглянувшись назад, седовласый мужчина прислушался. И в тот же миг паника, нараставшая в нем с каждой секундой, внезапной волной захлестнуло его сознание, напрочь заглушая все остальные чувства. «Какой же он идиот!» Старик попятился от закрытой двери, а затем, резко развернулся и, не теряя ни секунды, припустил со всех ног в сторону ближайшего переулка. Гладко отшлифованные булыжники гулким эхом разнесли стук его неровных торопливых шагов. Они его выследили. Теперь он ясно понимал это. Он здесь совершенно один, и рассчитывать на чью-либо помощь было бессмысленно. Столь ранний утренний час выходного дня на улицах совсем нет людей. Двери многочисленных заведений закрыты и вряд ли откроются раньше полудня. «Черт! На этой дурацкой улочке абсолютно некуда деться!» Дернуло же его согласиться на эту встречу. А все из-за денег. Что толку от них, если он не сумеет сейчас скрыться? Как же все-таки глупо он подставился! Добежав до перекрестка, старик встал, пытаясь сообразить, в какой стороне расположена центральная площадь. Мозг лихорадочно подсказывал ему, что только там сейчас могли бы быть люди или даже целые группы туристов. Повернув направо, он, ковыляя, побежал в сторону ярко освещенной утренним солнцем площади. Шаг. Второй. Третий. Дыхание сбилось, и ему пришлось перейти с бега на быструю ходьбу. Снова что-то противно закололо в боку, прижав к нему правую руку. Мужчина с трудом пытался сократить расстояние до спасительного перекрестка. Но возраст неумолимо брал свое. И силы предательски покинули его, уступив место слабости, хлипкому дыханию и тяжести в ногах. Ощущение было такое, словно каждую лодыжку опутали толстым слоем свинцовой ваты. Ноги распухли и совершенно не слушались его. Еще шаг. Еще. Только бы дойти. Только бы дойти. Внезапно из-за угла показался светловолосый прохожий средних лет. Бегущий человек хотел было крикнуть и позвать его на помощь, но дыхание давно сбилось, и из груди донеслось что-то хриплое и невнятное. От частого дыхания горло пересохло, и язык прилипал к небу, не в силах произносить звуки. Но все же, это был его шанс на спасение. Старик попытался сглотнуть и издали радостно замахал прохожему.